Здравствуйте, друзья! Не так давно мы опубликовали короткое видео, которое называется «Так кто же вы на самом деле, господин Ганун Диаб?». В этом видео мы представили информацию о том, что руководитель отдела по связям с общественностью и религиозной свободы при генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня Ганун Диаб обучался в свое время в Париже и окончил там католический университет. В этом видео мы также показали кадры любительской съемки, сделанной на телефон, где был показан Ганун Диаб, который присутствует на экуменическом форуме, где он представлял церковь адвентистов седьмого дня, исполняет католический псалом на латыни. Этот псалом обычно исполняется во время торжественных мероприятий в католической церкви, например таких как Месса. Так вот Ганун Диаб в этом видео исполняет этот псалом на латыни вместе с другими представителями католической церкви. И знаете, в ответ на эту информацию, которую мы представили в этом видео, мы получили много различных откликов. Реакция была самая разнообразная. Но был один комментарий, автор которого поделился тем, что некоторые адвентистские пасторы после просмотра этого видео о Гануне Диабе сказали, что это все неправда и это все фальсификация. Друзья, мы хотели бы сразу отметить, что мы не пользуемся недостоверной и непроверенной информацией и какими-то слухами. Вся информация, которую мы представляем на нашем канале, эту информацию мы берем из официальных источников. У нас нет ни малейшего желания каким-то образом очернить или оклеветать кого-либо. И вся информация, прежде чем мы ее предлагаем для вашего просмотра, нами тщательно проверяется. Так было и в этот раз, прежде чем мы представили эту информацию о том, что Ганун Диабе покончил католический университет в Париже. Мы проверили эту информацию. Вот вы сейчас видите на своих экранах сайт, который принадлежит адвентийскому университету Соверен. Если перевести на русский язык, это Южный университет. Это официальный сайт адвентийского университета Соверен. Теперь мы опустимся вниз на этой страничке и здесь мы находим следующую запись о Гануне Диабе. Здесь написано, что Ганун Диаб является профессором Оквуд колледжа. Я не буду сейчас перечислять все звания и регалии Гануна Диаба. Кому интересно, прочтите это самостоятельно. Я только прочту то, что здесь я отметил синим цветом. Обратите внимание, эта информация была взята из официального адвентийского источника. Как видите мы ничего не прибавили. Ганун Диаб на самом деле окончил в свое время католическое учебное заведение. Но кто-то из наших зрителей возможно спросит, а что разве Ганун Диаб не имеет право окончить католическое учебное заведение? Что в этом плохого? Я хочу ответить сразу на этот вопрос, что в этом плохого, если такой вопрос возникнет. Все адвентийские пасторы являются свободными людьми и имеют право окончить любое учебное заведение, включая университет шаманов и вызывателей духов, если таково имеется. Но что адвентийские пасторы не могут? На мой взгляд они не могут при этом оставаться адвентийскими пасторами. Почему? Потому что есть вещи которые соединить невозможно. Не может человек быть и католиком и адвентистом одновременно. Это нонсенс. У двух этих конфессий у католиков и у адвентистов взаимопротивоположные взгляды. Это такой же нонсенс как например человек который борется за права животных и везде в прессе говорит что животных убивать нельзя и сам в то же самое время работает на мясокомбинате где своими руками убивают этих самых животных. Вы понимаете есть вещи которые совместить невозможно. И второй вопрос который я в связи с этим хочу сейчас задать. Как человек с католическим образованием и с католическими взглядами мог попасть в церковь адвентистов седьмого дня и занять в этой церкви руководящую должность? В любом уважающем себя заведении есть отдел который проверяет соискатели или назовем их кандидатами на должности. В любой организации существует определенная проверка на соответствие того или иного кандидата его будущей должности. Прежде чем человек займет ту или иную должность он проверяется на пригодность сможет ли он исполнять на этой должности те или иные обязанности или не сможет. Церковь адвентистов седьмого дня называет себя таким громким словом. Вы наверно слышали. Корпорация адвентистов седьмого дня. Меня интересует ответ на вопрос происходит ли в корпорации церкви адвентистов седьмого дня эта процедура отбора и проверки кандидатов на должности или для работы в церкви берут всех кого попало. Всех кто проходил однажды мимо офиса генеральной конференции. Почему я задаю этот вопрос? Потому что в последнее время многие должности в адвентистской церкви занимают люди которые получили свое образование либо в католических учебных заведениях либо в учебных заведениях которые принадлежат отступившим протестантским церквам. Я представлю вам сейчас несколько показательных случаев и примеров. Сейчас на ваших экранах вы видите фото Самуила Бакиоки. Самуил Бакиоки в июне 1977 года окончил Иезуитский Григорианский университет. Вы видите на этом фото он стоит одет в иезуитское облачение и никого не стесняясь сложил пальцы так как это обычно делают иезуиты. За блестящие академические достижения Самуил Бакиоки получил золотую медаль которую ему вручил папа римский Павел VI. И вот после окончания этого иезуитского учебного заведения Григорианского университета обученный иезуит Самуил Бакиоки поступает на работу куда бы вы думали в Адвентийский университет Эндрюса. Вы осознаете до конца что это значит? Если нет то я поясню. Это примерно то же самое если бы голодного волка привели в то место где много ягнят и сказали бы ему этому волку с этого момента все эти овечки поступают в твое полное распоряжение. Ты будешь здесь старшим и тебе необходимо следить за порядком. Знаете не нужно быть пророком чтобы догадаться что произойдет через какое то короткое время с этими овцами и ягнятами. Университет Эндрюса для обученного иезуита Самуила Бакиоки стал именно таким местом. Здесь было много студентов которым можно было внушать любые просто любые учения. И Бакиоки этим и занимался в течении своей службы в университете Эндрюса. Он перепрограммировал мозги будущих адвентистских пасторов. Он их переучивал таким образом что они выходя из этого университета Эндрюса несли адвентистскому народу учение католической церкви. Этому учению их научил добрый и такой знаете улыбчивый и вообще душка профессор Самуил Бакиоки. Скажите как обученный иезуит мог попасть в адвентистское учебное заведение на должность преподавателя. Его что никто не проверял на пригодность к этой должности или все ожидали что этот иезуит изменит свои взгляды и станет адвентистом. Напрасно ждали. Своих иезуитских взглядов Самуил Бакиоки до конца своей жизни так и не изменил. Нам будет интересно услышать какие заявления делал этот обученный иезуит. Вы возможно читали его книгу которая называется Вино в Библии. Где он разбирает все места в писании в которых встречается вино. А зачем это иезуиту писать книгу о вине в Библии? Для того чтобы зарекомендовать себя и показать себя перед всеми как человека серьезного как серьезного исследователя Библии. Такие агенты всегда начинают свою работу, говорят и пишут на совершенно отвлеченные темы. В начале они не касаются каких-то сложных доктринальных вопросов. Они говорят о семейных взаимоотношениях. Они проповедуют о вине. Они затрагивают такие темы что никто даже и не заподозрит их настоящие цели. И вот когда все расслабились и этот иезуитский агент уже чувствует что он набрал популярность в адвентистском народе. Тут начинается самое интересное. Он начинает работу по разрушению основных пунктов вероучения церкви адвентистов седьмого дня. Он начинает выдавать такие высказывания для которых он в принципе и проник в эту церковь. Пришло время и Самуил Бакиоки начал потихоньку незаметно делать такие высказывания. Например в 2002 году Бакиоки заявляет что антихрист в библейских пророчествах это не только папство но и ислам. Но возможно вы скажете как это так? Иезуит признавал что папство это антихрист. Да для достижения конечной цели они могут вначале говорить о том что папство это антихрист. Они могут даже критиковать католицизм им разрешено это делать. Так что если вы не разбираетесь во всех тонкостях методах работы вы ничего не поймете и будете пребывать в полном неведении о том что вообще происходит. Но в определенный момент такие агенты начинают вводить ереси. Например о том что папство изменилось и нам нужно его простить. Либо они могут говорить о том что антихрист это ислам или православие а не папство. Мы уже показывали в различных наших видео о том что главная цель иезуитов во все времена состояла в том что бы исключить папский рим из библейских пророчеств. И так обработка умов идет очень медленно и терпеливо. Сначала Бакиоки сказал что антихрист это и папство и ислам. А потом со временем он переносит акцент на ислам. Так же Бакиоки неоднократно совершал выпады в сторону трудов духа пророчества. Он издавал бюллетень под названием «Вопросы последнего времени». И в 87 выпуске этого бюллетеня Бакиоки посвятил этот выпуск обоснованию своей теории о том что труды Элен Уайт особенно книга «Великая борьба» полны ошибок нуждающихся в его Бакиоки корректировке. И так вопрос. Как такой человек мог попасть на должность преподавателя в адвентистский университет Эндрюса. Знаете друзья нам приходит много комментариев в которых нас обвиняют в том что мы якобы своими видео позорим нашу церковь. Друзья пользуясь случаем я хочу задать вам один вопрос. Скажите так это мы позорим нашу церковь или наша церковь позорит сама себя когда принимает на работу врагов Божьих. Обученных католиков и иезуитов. Мы только рассказываем то что происходит. Скажите разве зеркало виновата в том что вам не нравится ваше отражение в зеркале. Скажите ли вы зеркалу зачем ты меня позоришь таким внешним видом зачем ты показываешь все недостатки на моем лице. Было бы смешно обвинять зеркало за это. Друзья мы показываем то что происходит и мы не позорим церковь. Церковь позорит сама себя. Скажите если женщина легкого поведения каждый день меняет партнеров и спит со всяким кто ей платит и если кто-то ей скажет об этом назвав ее блудницей то стоит ли ей обижаться на это. Скажите кто позорит эту женщину человек назвавший ее блудницей или она сама себя позорит из за того что ведет такой вот беспорядочный образ жизни. Весь позор положения состоит еще в том что блудницам обычно дают деньги за их работу. Но церковь адвентистов седьмого дня сама выплачивает католикам и иезуитам зарплату чтобы они за деньги собранные народом божиим проводили разрушительную работу и уничтожали учение нашей церкви. Подумайте над ответом на этот вопрос кто же на самом деле позорит церковь адвентистов седьмого дня. И еще скажите разве президент генеральной конференции Тед Вильсон не знает о том что происходит. Вы можете допустить вообще такую мысль чтобы Тед Вильсон не знал о том что один из его ближайших помощников Ганун Диап окончил католический университет в Париже где преподают высокопоставленные католические авторитеты. Католические кардиналы. Разве Тед Вильсон не знает о том что происходит прямо перед его носом? Конечно же знает. С Гануном Диапом они работают вместе для того чтобы провести адвентистскую церковь в Вавилон. Они работают заодно. Библия говорит пойдут ли двое вместе не сговорившись между собою. Это книга пророка Амоса 3 глава стих 3. Друзья. В адвентистской церкви все медленно и незаметно меняется. Вы помните как Библия повествует о том что Илья пророк Божий стоял на горе кормил и против него кто стояли там. Там присутствовали 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных питающихся от стола Изавели. Там присутствовали 850 человек верноподданных сатаны. Один слуга Божий и 850 человек тех которые работали на Вавилон. Но было время когда Израиль сделал первый шаг в сторону отступления. Все медленно и постепенно изменялось пока вся ситуация дошла до того что Богу пришлось на горе кормил доказывать кто есть истинный Бог а кто есть ложный Бог. Но когда то был сделан первый шаг по пути отступления. Еще один преподаватель университета Эндрюса которого зовут Николас Пи Миллер. В одном из наших видео мы уже говорили об этом человеке. Я покажу вам сейчас короткую цитату из этого видео. Возможно не все из вас это видели. Статья это уже иезуитская церковь святого Петра и Павла. Иезуитская церковь если вы посмотрите вверху справа на фотографии то вы увидите представителя от адвентистской церкви который является адвентистским богословом и пастором. И он присутствовал здесь в этой иезуитской церкви на их собрании и совершал вместе с ними поклонение Богу. Вот посмотрите пожалуйста вот этот пастор его зовут Николас Пи Миллер он из университета Эндрюса. Он также является директором Международного института религиозной свободы. И теперь после того как вы услышали это я хочу обратить ваше внимание что это за человек Николас Пи Миллер. Он занимает достаточно высокое положение в нашей церкви. Пи Миллер является преподавателем в университете Эндрюса и он также является директором института религиозной свободы. И с кем же связан пастор Пи Миллер? Если мы с вами проследим и посмотрим ниже на его страничке это то что он пишет сам это не то что где-то взято то что на его страничке написано где этот адвентистский пастор получил свое образование. Вот давайте прочитаем ниже здесь я специально для вас увеличил то что здесь написано что вам было лучше видно. Здесь написано что свою докторскую диссертацию Пи Миллер защитил в университете который называется Нотр-Дам. Давайте зайдем в Википедию и прочтем что в Википедии говорится об этом университете Нотр-Дам. Кому принадлежит этот университет Нотр-Дам вот что говорит Википедия университет Нотр-Дам католический частный элитный университет основан в 1842 году французским священником Эдвардом Сарином. Ну думаю что все понятно. И так как мы с вами ответим на вопрос с кем связан адвентистский пастор Николас Пи Миллер этот пастор связан и мы только что увидели эту связь с католиками и поэтому он свободно участвует в богослужениях в иезуитских храмах. Думаю что в эти иезуитские храмы он Пи Миллер заходит как к себе домой. И нужно ли удивляться тому что пастор Пи Миллер активно трудится на благо экуменического движения. Молясь в иезуитском храме вместе с представителями других христианских и нехристианских конфессий. Говоря что Бог которому поклоняются мусульмане, иудеи, адвентисты и буддисты это один и тот же Бог только он называется разными именами. Я удивляюсь как это Пи Миллер не сказал что Бог Ваал и Астарта это имена того же самого Бога. Но я думаю что это заявление у Пи Миллера еще впереди. Судя по тому как он быстро продвигается по этой дороге экуменизма. А пока что Пи Миллер спокойно пишет свои статьи в знакомых нам уже с вами изданиях и в журнале «Спектрум» вот посмотрите сколько статей написал этот человек и вот его ссылки на все его статьи и те статьи где упоминается его имя. Так же журнал «Министри служение» который переводится словом «служение» этот журнал так же не побрезговал напечатать статью этого крупного специалиста Пи Миллера по экуменизму. Вот посмотрите статья которую написал Пи Миллер она так и называется «Адвентисты и экуменизм». Вы понимаете по какому пути все развивается в церкви адвентистов седьмого дня? А вот еще один человек который зовут Грег Кинг. Он является деканом известного нам уже южного адвентистского университета где получил свое образование этот человек. Свою докторскую степень он получил в теологической семинарии которая называется «Юнион». Эта семинария была основана Пресвитерианской церковью. Пресвитерианская церковь как бы протестанты скажете вы. Да вот именно как бы протестанты. Не спешите с выводами. Вот что написано на сайте этого университета. «Университет Юнион предвидит будущее в котором преподавание designation и обучение по-прежнему будет êкуменическими по духу. » Вы понимаете что это значит. Это значит что эта учебное заведение уже принадлежит католикам. Хотя еще по-прежнему называется протестантский. И так в каком университете учился тот кто впоследствии стал деканом в адвентистском университете СОВРУН? Он учился в университете который принадлежит протестантам. Но в этом университете Экуменическая направленность. И куда человек с такими экуменическими взглядами будет направлять и как он будет обучать своих студентов. В каком духе? В экуменическом духе, друзья. И таких примеров очень много. Большинство преподавателей в адвентистских учебных заведениях окончили протестантские учебные заведения, но с экуменической направленностью. Давайте вернемся к Ганун Диапу, который получил образование в католическом университете в Париже. Скажите как вы думаете что изучал в этом католическом университете Ганун Диап? Получил ли он в этом университете знания о том как лучше проповедовать трехангельскую весть? Нет. Почему нет? Потому что в трехангельской вести прямо сказано кто есть Вавилон великий и что будет с теми людьми которые примут начертания зверя. Ганун Диапу в этом католическом университете не преподавали его трехангельской вести будьте уверены. А чему его там учили? Его там учили преподаватель католики и учили они его тому как лучше бороться с трехангельской вестью. Они его учили тому как вернуть адвентиста с 7 дня в лоно католической матери церкви. Чем он успешно и занимается надев маску адвентистского пастора. Мы видели с вами много различных фотографий где запечатлен Ганун Диап с папой римским с иезуитами. Но сейчас мы с вами уделим немного внимания его статье которая недавно вышла и в которой Ганун Диап трога обличает тех из адвентистов которые осмелились противиться его экуменической деятельности. Мы с вами прочтем некоторые цитаты из этой его статьи и обсудим то что Ганун Диап написал в этой статье. Итак эта статья Гануна Диапа называется «Правда о межцерковных и межконфессиональных отношениях». В этой своей статье Ганун Диап защищает и оправдывает свои действия и объясняет почему он ездит в Ватикан и почему для адвентистов будет очень хорошо если они будут дружить с католиками и с отступившими протестантами. Сейчас давайте прочтем первую цитату из того что Ганун Диап пишет в этой статье. Он здесь пишет следующее «В этой статье рассматриваются некоторые опасения которые были высказаны в отношении взаимодействия церкви адвентистов седьмого дня с другими христианами. Хотя большинство адвентистов с момента создания в 1901 году отдела по связям с общественностью и религиозной свободы понимают необходимость того чтобы смешиваться с другими христианами. Обратите внимание Ганун Диап здесь употребляет именно это английское слово «смешиваться с другими конфессиями» и дальше он пишет «По прежнему задаются вопросы зачем смешиваться с другими христианами? Разве это не предательство идентичности послания и миссии адвентистов?» На это наш однозначный ответ «Нет» это не так. Миссия церкви адвентиста седьмого дня не может быть выполнена без смешения как это делал Иисус. Что вы на это скажете друзья? Ганун Диап здесь написал завуалированную ложь. Он тщательно замаскировал эту ложь. Он прикрыл эту ложь тем что сказал что Иисус якобы призывал смешиваться с верующими других вероисповеданий и без этого смешения с другими конфессиями по словам Гануна Диапа мы не сможем исполнить нашу миссию. Скажите это правда или нет? Призывал ли Иисус смешиваться с представителями других конфессий? Друзья это ложь которой Ганун Диап пытается предать вид истины. Иисус призывал общаться и сам общался с представителями других вероисповеданий. Но с какой целью Иисус общался? Для того чтобы открыть им истину не правда ли? Вот какова была цель общения Христа. Давайте вспомним только несколько примеров из жизни Христа когда он беседовал с представителями других конфессий. Пример первый. Разговаривал с самарянкой у колодца Яков. Самаритяне для иудеев были представителями другой конфессии. И для чего Иисус беседовал с этой женщиной? Для того чтобы открыть истину и самой этой женщине и членам ее общины. Читаем каков был результат этой беседы Иисуса с самарянкой. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям. Пойдите посмотрите человека который сказал мне все что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. И так вы видите результатом общения Христа с самарянкой было обращение к Богу и самой этой женщины и жителей этого города. Пример второй. Иисус разговаривал однажды с хананиянкой. Хананеи были язычниками то есть так скажем представителями другой конфессии. Давайте прочтем какой разговор был между Иисусом и этой Хананиянкой однажды. И вот женщина Хананиянка выйдя из тех мест кричала Ему. Помилуй меня Господи сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Мы не будем сейчас с вами читать весь этот отрывок. Иисус исцелил дочь этой женщины и укрепил ее веру. Тогда Иисус сказал ей в ответ. О женщина велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Но вопрос к вам. С какой целью Иисус беседовал в этом эпизоде с Хананиянкой? Для того чтобы дать ей опыт укрепить ее веру исцелив ее дочь. Верно? Пример третий. Петр, апостол Петр был однажды послан к римскому сотнику Корнилию. Корнилий был римлянином и значит он был язычником. О чем апостол Петр беседовал с Корнилием? Об истине. Бог направил Петра к Корнилию чтобы Петр открыл ему истину. Давайте прочтем о том каков был результат этой беседы между Петром и Корнилием. Это цитата из книги Деяния апостолов 10 главы этой книги. Здесь написано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился иноязычников, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Итак, какова была цель и каковы были последствия беседы апостола Петра с Корнилием? Корнилий принял истину. Он принял истину сам и его домашние. А теперь мы вернемся к тому, что сказал Ганун Диаб в этой своей статье. Он пишет. Миссия церкви адвентистов седьмого дня не может быть выполнена без смешения с другими верующими как это делал Иисус. Скажите, некоторые адвентистские лидеры общаются с представителями других конфессий с целью, чтобы открыть им истину, или есть другие цели? Например, я хочу задать вам вопрос. Берт Бич, которого вы сейчас видите на своем экране, он занимал ту же должность, которую сейчас занимает Ганун Диаб. Берт Бич приезжал однажды к Папе Римскому и подарил ему медаль. Целью поездки Берта Бича была та, чтобы открыть Папе римскому истину, открыть ему Трюхангельскую весть, или для того, чтобы подарить ему медаль и высказать ему лояльность от имени всей церкви адвентистов седьмого дня. Конечно же он приехал к Папе, для того чтобы подарить ему медаль. Проповедовал ли Берт Бич папе Трюхангельскую весть? Нет. Принял ли Папа от Берта Бича истину? Нет. Стал ли Папа Римский после этого адвентистов седьмого дня? Очевидно что нет. Вы видите цели у Христа и у некоторых адвентистских лидеров это разные цели. В этом то и состоит проблема Гануна Диапа и многих адвентистских лидеров. Они призывают общаться с людьми из других конфессий не для того что бы открыть им истину во всей ее полноте а просто для того что бы быть едиными и высказать свое почтение к папству. Скажите Ганун Диап вот на этой фотографии приехав в Ватикан какова цель визита Гануна Диапа к папе Франциску? Скажите вы что на самом деле верите в то что Ганун Диап приехал к папе Франциску для того что бы проповедовать ему Трюхангельскую весть или же он приехал папе для того что бы высказать ему свое уважение от имени Всемирной церкви адвентистов седьмого дня. Возможно кто то из наших зрителей спросит откуда вы знаете что Ганун Диап не проповедовал папе Трюхангельскую весть. Я вам отвечу исходя из последних событий в среде руководства адвентистской церкви уже никто не проповедует настоящую Трюхангельскую весть. Приведу один пример. В феврале 2019 года папа Франциск посетил Панаму и туда в связи с этими событиями должны были съехаться тысячи католиков со всего мира. Известный многим из вас пастор Стивен Бор хотел воспользоваться благоприятными возможностями и приехать в Панаму для того что бы провести там серию проповедей. Проповедовать там настоящую Трюхангельскую весть. И какая реакция последовала от местного адвентистского руководства на это желание Стивена Бора приехать в Панаму. От руководства дивизиона и униона которому территориально принадлежит Панама. Думаете они с радостью откликнулись на желание Стивена Бора провести эту серию проповедей в Панаме. Если вы так думаете то вы ошибаетесь. Ганун Диаб и Тед Вильсон много говорят о том что мы должны делиться вестью с другими верующими. Но как только доходит дело до того что кто-то хочет проповедовать настоящую Трюхангельскую весть его тут же объявляют персоной Нонграта. Почему так происходит потому что та весть которую проповедуют Ганун Диаб и Тед Вильсон это не та же самая Трюхангельская весть что проповедует Стивен Бор. Когда Тед Вильсон проповедовал в Москве в доме Пашкова в 2017 году он сказал что он там проповедовал Трюхангельскую весть. А на самом деле ни одного слова из Трюхангельской вести им сказано там не было. Так произошло и в этот раз. Когда Стивен Бор хотел проповедовать в Панаме местное адвентистское руководство выступило с официальным заявлением и поспешило отмежеваться от Стивена Бора сказав что Стивен Бор не был уполномочен для этой работы генеральной конференции и не получил для этой проповеди специальное разрешение от руководства церкви. Напомню пастор Стивен Бор является официальным пастором церкви адвентистов седьмого дня. Друзья если об Эндрю Энрикесе пасторы церкви адвентистов седьмого дня говорят что не слушайте его он не является пастором нашей церкви то Стивен Бор это не тот случай. Он официальный пастор церкви и у него есть удостоверение пастора церкви и ему было отказано в поддержке. Это просто позор. И нам еще пишут некоторые комментаторы и говорят зачем вы своими видео позорите нашу церковь. Так это мы позорим друзья церковь или церковь позорит сама себя. И так возвращаясь к Ганнуну Диапу. Он и в прошлом никогда не проповедовал папе Франциску трехангельскую весть и в будущем он это делать не будет. Потому что Ганун Диап борется с этой вестью он не проповедует трехангельскую весть даже у себя в адвентистской церкви. А что же он проповедует? Он проповедует экуменическое евангелие направленное на объединение всех церквей под управлением папства. Пожалуйста уважаемые зрители опровергните то что я сейчас сказал. Покажите и пришлите нам хотя бы одну ссылку на проповедь Гануна Диапа где бы он призывал людей выйти из Вавилона. Хотя бы одну ссылку пришлите на его проповедь где бы он говорил кто такой Вавилон. Где бы он говорил о том что будет с теми людьми которые не пожелают отделиться и выйти из Вавилона. О том что на них будут излиты 7 последних язв. Пришлите нам хотя бы одну ссылку на его проповедь где бы Ганун Диап проповедовал трехангельскую весть предостерегая зверя против принятия начертания зверя. Где бы он раскрывал значение кто является зверем и что такое образ зверя что это отступивший протестантизм и что означает начертание зверя. Вы не найдете таких проповедей Гануна Диапа. Почему? Потому что у него нет такой цели проповедовать трехангельскую весть. А какая же у него цель спросите вы? У него цель бороться с этой трехангельской вестью и объединить адвентистов с остальным Бавилоном. Вы не верите? Попробуйте начать проповедовать настоящую трехангельскую весть и вас немедленно такие как Гануна Диап назовут человеком сеющим межрелигиозную рознь. Хорошо давайте прочтем еще одну цитату из статьи Гануна Диапа. Он дальше здесь пишет «Межцерковные и межконфессиональные отношения не означают экуменизм в смысле союза с другими церквами, доктринальных союзов, уничтожения различий или потери особого акцента на библейских истинах». Друзья давайте попробуем разобраться с тем что сказал Гануна Диап. Межцерковные и межконфессиональные отношения говорит он не означают экуменизм в смысле союза с другими церквами, доктринальных союзов. Ну хорошо давайте вспомним то что происходило во времена правления царя Соломона. Вы помните что Соломон был очень мудрым человеком. Соломон получил мудрость от Бога. Но он нашел ли сатана подход к этому самому мудрому человеку. Что сатана придумал и что предпринял для того чтобы ввести в грех Соломона и весь израильский народ вместе с ним. Давайте это прочтем. Это 3 книга царств 11 глава стихи с 1 по 4. Здесь написано. И было у Соломона 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему как сердце Давида отца его. Можем ли мы после прочтения сказать те же слова что сказал Ганун Диаб в своей статье. Я прочту его слова еще раз. Межцерковные и межконфессиональные отношения не означает экуменизм. С точки зрения союза с другими церквами доктринальные союзы. Что произошло с мудрым Соломоном друзья. Жены его склонили сердце его к иным богам. Не склоняет ли папство и отступившие протестанты сердце адвентистов к своим учениям и к своим богам. О 144 тысячах написано это те которые не осквернились с женами ибо они девственники. Это те которые следуют за Агнцем куда бы он не пошел. Вы видите они не осквернились с женами. Жена это символ церкви. 144 тысячи не осквернятся сложными учениями падших церквей. И еще написано что они 144 тысячи следуют за Агнцем куда бы он не пошел. А за кем следует и кому поклоняется весь мир. Библия говорит что вся земля поклонится зверю то есть папству. И поклонятся ему все живущие на земле в которых имена не написаны в книге жизни Агнца закланного от создания мира. Вы видите Ганун Диаб говорит что межцерковные и межконфессиональные отношения не означает экуменизма. Ганун Диаб дает советы которые полностью противоречат тому что говорит Дух Святой через сестру Вайт. Мы часто читаем эту статую я хочу прочитать ее еще раз. Ален Вайт здесь пишет мне было показано что верующим в последнюю весть благодати необходимо отделиться от людей которые ежедневно погружаются во все новые заблуждения. Вы видите нужно делать то что говорит Ганун Диаб вступать в межконфессиональные отношения или нужно отделиться. Ален Вайт пишет нужно отделиться. Я видела что ни молодые ни старые не должны присутствовать на их собраниях. 1. Отделиться. Как? Элен Вайт дальше объясняет. Как? Не присутствовать на их собраниях. Поступает ли Ганун Диаб согласно тому что говорит Дух Святой? Нет. Он и сам присутствует на их собраниях и побуждает к этому других. И дальше Вайт пишет ибо грех поддерживать их таким образом. То есть присутствуя на их собраниях мы их этим самым поддерживаем. В то время как они проповедуют заблуждения являющиеся смертоносным ядом для души и учат учениям которые ничто иное как заповеди человеческие. Видите нельзя присутствовать на их собраниях на этих экуменических советах. Почему нельзя? Давайте прочтем дальше. Вайт пишет. Такие собрания оказывают недоброе влияние. И если Бог вывел нас из такого врага заблуждения, то мы должны твердо стоять в свободе которой Он призвал нас и постоянно радоваться в истине. Бог недоволен нами, когда мы молча сидим и слушаем там эти заблуждения. Вайт пишет. Он не желает охранять нас когда мы идем в собрания куда Он нас не посылал и где мы слушаем ложь которая насильно преподносится людям. Небесные ангелы отказываются охранять нас и мы подвергаясь сильным искушениям дьявола и его злых ангелов постепенно ослабеваем и теряем способность различать окружающий нас свет потому что он омрачается тьмою. Я видела что нам теперь не время слушать басни. Я не буду сейчас читать всю эту цитату но смысл вам понятен. Ганун Диаб говорит что нужно идти и с ними там сидеть, петь вместе с ними, молиться с ними. Дух Святой через Олен Вайт говорит. Мне было показано что верующим в последнюю весть благодати необходимо отделиться от людей которые ежедневно погружаются во все новые заблуждения. Так какую работу и чью работу выполняет Ганун Диаб? Его задача привести адвентистов в Вавилон где они погибнут. Знаете есть люди которые плохо воспринимают на слух. Для таких я покажу короткое видео чтобы им стало ясно. В этом видео наглядно показано какую работу делают такие люди как Ганун Диаб. Вы наверное слышали что на мясокомбинатах есть такие животные которые ведут других животных на убой. Обычно стадо чувствует что их хотят пустить под нож и сопротивляется не желая идти туда где их будут лишать жизни. Для этого люди которые работают на мясокомбинатах выбирают одно животное в данном случае козла который и приводит всех остальных в то место где их впоследствии и убивают. Вот вы сейчас видите этого козла человек к нему подходит дает ему какой-то корм и что происходит потом. Этот козел подходит к остальным животным что-то им там говорит на их языке и они все как загипнотизированные идут след за ним на убой. Но смотрите внимательно. Заведя все стадо на убой этот козел проходит через другой выход и остается целым для того чтобы повести на убой следующую партию тех которые ему доверятся. Такую же самую работу выполняют такие люди как Ганун Диаб и многие другие которые убеждают рядовых членов церкви что нет ничего страшного если вы будете дружить с Вавилоном. Друзья это все окончится семью последними язвами и вечной смертью. Далее Ганун Диаб в своей статье пишет. Как в Библии так и в трудах Эллен Уайт мы ясно видим что антагонизму и враждебности по отношению к другим христианам не должно быть места в сердце в котором пребывает Святой Дух. Вы видите как Ганун Диаб легко здесь подменяет понятия и меняет здесь акценты. Как он называет тех людей которые сопротивляются его экуменической политики. Он называет их людьми которые несут антагонизм и враждебность по отношению к другим христианам. Вопрос который задал однажды Ахав Илья. Ты ли это смущающий Израиля? Этот вопрос звучит и в наше время. Что тогда ему ответил Илья? Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Тем что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Давайте теперь немного остановимся и рассмотрим некоторые высказывания Эллен Уайт по этому вопросу. Дух Святой который через нее говорил. Что он сказал по этому поводу? Как Святой Дух понимает эти вопросы? Поддерживает ли Святой Дух ту мысль которую пытается провести Ганун Диаб? Я сразу хочу вам сказать нет не поддерживает. Можем ли мы смешиваться и объединяться с другими конфессиями? Нет. Послушайте одну цитату Вестницы Божьей. Эллен Уайт здесь пишет. Мы должны провозглашать данную нам испытующую весть. О какой вести здесь идет речь? Здесь речь идет о трехангельской вести. Мне поручено сказать нашему народу объединяйтесь объединяйтесь, но нам не следует объединяться с отступившими от веры, внимающими духом обольстителем и учением бесовским. С сердцами исполненными доброты и преданности мы можем идти вперед и возвещать весть, избегая людей уводящих от истины. Вы видите? Уайт пишет здесь. Нам не следует объединяться с отступившими от веры, внимающим духом обольстителем и учением бесовским. Вы видите, мнение Божие по этому вопросу однозначно держаться подальше от этих людей и приближаться к ним только в случае, если вы им хотите рассказать об истине. Если они ее не принимают, то мы должны удалиться от таких людей. Почему? Потому что для нас такое общение может плохо закончиться. Мы с вами не мудрее Соломона. Библия говорит, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится. Друзья, если вы будете общаться с людьми глупыми, что с вами будет? Вы развратитесь. Если вы будете общаться с католиками, с иезуитами, с отступившими протестантами, пройдет совсем немного времени и вы развратитесь, и вы заразитесь их образом мышления. Вам будут говорить, что субботу соблюдать не нужно. Вам будут внушать другие ложные доктрины. Придет время и вы будете мыслить точно так же как и они мыслят. Давайте прочтем следующую цитату из этой же статьи Гануна Диапа. Он здесь дальше пишет. «Пренебрежение истинной миссии делиться истинным Евангелием». В том, что мы сосредотачиваемся на потенциальных врагах есть опасность, и она состоит в том, что мы в таком случае пренебрегаем проповедью истинного библейского Евангелия. И как понимает Ганун Диап, что такое истинное библейское Евангелие? Он дальше пишет здесь. «Это благая весть об освобождении, о том как Он, то есть Бог, наделяет нас Христовой праведностью и вменяет ее в свете вечного общения с Богом, Божьим в вечном царстве мира, справедливости, праведности и любви». Вы видите опять Ганун Диап делает подмену понятий. Вы видите он говорит, что мы сосредотачиваясь на наших врагах, пренебрегаем проповедью истинного Евангелия. И что Ганун Диап называет истинным Евангелием? По его мнению это только весть о любви Божией. Скажите, разве вечное Евангелие это только весть о любви Божией? Разве Иисус проповедовал только о любви Божией? Нет. В 14 главе книги Откровения, когда Иоанн пишет, что он видел другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, разве эти три ангела проповедуют только о любви Божией? Нет. А о чем еще проповедуют эти три ангела? И что еще входит в понятие вечного Евангелия? Второй ангел, о чем он проповедует? И другой ангел следовал за ним, говоря «Пал, Пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». Какая еще весть входит в понятие вечного Евангелия? Это весть о падении Вавилона, того самого Вавилона, куда так часто ездит Ганун Диап. Видите Ганун Диап смещает опять таки здесь акценты Евангелия и говорит, что мы не должны сосредотачивать наше внимание на противниках, потому как это нам мешает проповедовать истинное Евангелие. Ганун Диап дальше дает цитату из Духа Пророчества, из пятого тома «Свидетельств для церкви», но он дает только часть цитаты. Вот что он дал в своей статье. «Наш долг сделать все возможное, чтобы отвратить грозящую нам опасность, нам надо постараться разрушить у людей предрассудки, показав себя всему обществу в правильном свете». Это цитата из «Свидетельств для церкви» Эллен Уайт 5 том стр. 452. Но то что Эллен Уайт пишет перед этим, Канун Диап не процитировал. Почему? Потому что первая часть этой цитаты полностью разрушает ту мысль, которую он пытается внушить своим читателям. Давайте прочитаем сейчас первую часть этой цитаты. Эллен Уайт здесь пишет «Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме, руководители скрывают истинную суть дела». Вы видите? И многие участвующие в этом движении сами не понимают куда несет их подводное течение. Оно это движение исповедует мягкие на первый взгляд христианские принципы. Но когда оно заговорит, то проявит дух дракона. Вот вторая часть цитаты которую Ганун Диап пропустил. Вы понимаете как Ганун Диап работает? Он цитирует только то что соответствует его взглядам, а то что не соответствует он убирает. И в конце своей статьи Ганун Диап обращаясь к читателям говорит следующее. Послушайте это внимательно, потому как это важно для понимания того как работает сатана в это последнее время. Ганун Диап здесь пишет «Каждый последователь Христа сталкивается с критически важным вопросом. Живет ли в наших сердцах любовь Божья, которая заставляет нас любить своих ближних, как самих себя, или в них живет гнев дракона, разжигающий страсти, ненависти, обвинения и осуждения против других братьев и сестер во всем мире и в христианстве». Итак, что Ганун Диап по этими словами хочет сказать? Если вы будете проповедовать трехангельскую весть в полном объеме, если вы будете открывать всем кто является зверем и кто является образом зверя, то вас будут называть людьми в сердцах которых живет гнев дракона, разжигающий мир и страсти, ненависти, обвинения и осуждения против других братьев и сестер. Друзья, трехангельской вестью, как мы ее знали раньше, такие как Ганун Диап уже давно покончили. Всякий раз, когда они произносят эти слова, трехангельская весть, они имеют в виду только весть о любви. Если вы не несете только весть о любви, вас будут называть такие как Ганун Диап, вас будут называть людьми несущими ненависть и дух дракона, людьми разжигающими межрелигиозную рознь. А откуда Ганун Диап позаимствовал эти термины? От папы Франциско. Это католическая риторика. Они призывают к миру только до тех пор, пока они не объединят весь мир под властью католической церкви. И потом все живущие на нашей планете узнают истинные планы и истинное лицо католической церкви и отступившего протестантизма, но будет уже слишком поздно. Друзья, мы сегодня с вами разобрали только некоторые цитаты из этой статьи Гануна Диапа, в которой он оправдывает свое посещение Ватикана и Папы Римского и свое посещение и присутствие уезуитов в их штаб-квартире в Риме. «Пусть благословит нас Бог быть очень внимательными к тому, что сегодня происходит, к тем процессам, которые происходят прямо перед нашими глазами, быть внимательными к тому, чему нас сегодня учат с адвентистских кафедр, быть внимательными к тому, что мы слышим, потому как от этого зависит наша с вами вечная участь. Пусть благословит нас Господь. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю Вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и Сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку Сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет.